Паралимпийский участие Паралимпийский участие Вместе со всеми наставниками, очень близкими вам людьми вы упорно тренировались, работали с полной отдачей, чтобы в открытой борьбе постоять за победу и, уверен, были готовы, что называется, на все сто. Однако против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному. Говорю о незаслуженном, несправедливом отстранении нашей команды от участия в Паралимпиаде. Ну, мы не приветствуем действия хакеров, как известно, да? Но благодаря им стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх и внешне для всех были абсолютно здоровыми, И, оказывается, принимали запрещенные препараты, причём такие препараты, которые давали и дают явные преимущества в спортивной борьбе. А почему-то наши паралимпийцы только по какому-то непонятному никому подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады. Безусловно, это решение нечестное, лицемерное и трусливое. Но хочу вот что сказать, что вы показали, что российские паралимпийцы – люди с твёрдой волей и железным характером, что наши атлеты были и будут в числе лидеров мирового паралимпийского спорта. Об этом говорят и итоги открытых всероссийских спортивных соревнований. Вам удалось улучшить более двух десятков рекордов мира. А в ряде дисциплин превзойти достижения Паралимпиады в Рио. Принято решение поощрить атлетов, тренеров, специалистов, которые отличились на открытых всероссийских соревнованиях и международных турнирах, в ходе которых шёл отбор на игры. Хочу ещё раз подчеркнуть, Россия остаётся верна идеалам паралимпийского движения. Продолжат поддерживать спортсменов и создавать для них все условия. Для тех, кто занимается паралимпийскими видами, за последние годы уже сделано немало. Вы знаете об этом. Свидетельством тому рост числа людей, которые, несмотря на все обстоятельства, выбирают спорт, и развитие у нас в стране новых спортивных дисциплин, активное участие регионов и общественных организаций в поддержке паралимпийского спорта. Кроме того, считаю, что такие мероприятия, как открытые всероссийские соревнования по паралимпийским дисциплинам, должны быть регулярными. И мы будем это регулярно организовывать и проводить. Мы все заинтересованы, чтобы нынешний сложный период в мировом спорте завершился как можно скорее. Россия тесно сотрудничает с международными организациями, активно работает независимая общественная антидопинговая комиссия. Мы выступаем за формирование чёткой, равноправной и абсолютно прозрачной системы контроля в спортивной сфере, в том числе в вопросах противодействия допингу. Здесь не должно быть никакой политики, никакого лицемерия и никаких двойных стандартов. Я уже говорил на встрече в Кремле с нашей олимпийской сборной, вот эта антидопинговая работа на международном уровне, она должна проводиться абсолютно открыто. Это не какие-то шпионские мероприятия. Чего здесь скрывать? Любые проверки должны быть публичными, прозрачными и открытыми, транспарентными, как сейчас говорят. Нужно, чтобы мировая общественность спортивная знала, кого проверяют, когда проверяют, как проверяют, каковы результаты этих проверок и какие решения приняты по этим проверкам. Особенно, когда это затрагивает паралимпийскую семью, самоотверженных спортсменов, которые олицетворяют торжество силы, силы духа, веры в себя, у которых миллионы людей учатся целеустремлённого и победному настрою. Вы вносите огромный вклад в развитие спорта и в развитие самого общества. Служите ярким примером позитивного, честного и мужественного отношения к жизни. Дорогие друзья, я искренне желаю вам и всем, кто помогает нашим паралимпийцам, новых успехов, здоровья вам, энергии и, конечно, новых ярких побед. Уверен, вы справитесь с любыми сложностями, а страна наша, Россия, всегда будет рядом с вами. Большое вам спасибо. Распоряжением президента Российской Федерации за высокие спортивные достижения, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремлённость, большой вклад в развитие отечественного спорта, почётные грамоты президента награждены. Вдовин Андрей Николаевич, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, спортсмены, тренера, специалисты. Я, как и все вы, очень горд и рад тому, что сегодня здесь нахожусь в Кремле. Я бы хотел сказать огромное спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо Министерству спорта, Паралимпийскому комитету России за то, что в трудную для нас минуту, когда нас совершенно по необъективным причинам отстранили от игр, обвинили поголовно всех в допинге, вы нас не бросили, а поддерживали всеми силами. Спасибо вам огромное за те соревнования, инициатором которых вы являетесь. Благодаря этим соревнованиям мы смогли выплеснуть все те эмоции, которые нас накопили за эти 4 года, показать наши успехи, и те рекорды, которые мы установили, порядка 20, показывают то, что мы достаточно такая сильная страна, и в Рио точно бы не сплоховали. Относительно меня, не скрою, я планировал стать паралимпийским чемпионом. И эти мои слова не голословные, они подтверждены моими успехами на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы и рекордами. Но тем не менее, я не отчаиваюсь, и мне всего лишь 22 года, и я думаю, что я смогу побороться за место в команде, которая поедет в 2020 году в Токио. И в конце своего выступления я бы хотел сказать, Рио без нас не смогло, а мы без него смогли. Гончарова Маргарита Александровна, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Граничка Андрей Юрьевич, мастер спорта России по плаванию. Григорьев Дмитрий Сергеевич, заслуженный мастер спорта России по плаванию. Душкин Дмитрий Сергеевич, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике. Емельянцев Вячеслав Сергеевич, заслуженный мастер спорта России по плаванию. Калина Андрей Яковлевич, заслуженный мастер спорта России по плаванию. Кривенок Светлана Сергеевна, мастер спорта России по лёгкой атлетике. Крившина Анна Александровна, мастер спорта России международного класса по плаванию. Приветствую вас, уважаемый Владимир Владимирович. Приветствую товарищей по команде, тренеров и всех присутствующих сегодня в зале. Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Это очень волнительный и знаменательный для всех нас день. Вчера состоялась церемония закрытия паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где нам очень хотелось бы всем находиться. Но, к сожалению, на паралимпийские игры нас не допустили. Это очень большой удар для всех нас, но мы не опустили руки и продолжили тренироваться. Мы берём пример с вас, Владимир Владимирович. Мы видим, сколько сил вы прикладываете для того, чтобы наша Родина крепла и процветала. И мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы помочь вам в этом. Естественно, каждому из нас хотелось и хочется стать паралимпийским чемпионом. Это, я думаю, что главная мечта каждого из здесь сидящих. Потому что именно эти старты показывают, что 4 года изнурительных тренировок прошли не зря. Лично для меня это была бы первая паралимпиада. Я очень тщательно к ней готовилась. И было очень больно и обидно узнать о таком несправедливом решении, о недопуске нас на паралимпийские игры международным паралимпийским комитетом. Но мы справились с этим. Благодаря вам, Владимир Владимирович, а также Министерству спорта России и Паралимпийскому комитету России были проведены альтернативные паралимпийские игры, на которых мы смогли показать всё своё спортивное мастерство и достойные результаты. Извините, волнуюсь. Мой девиз таков. Иди к своей цели, несмотря ни на что. Верь в себя. И тогда ты сможешь осуществить свою самую заветную, казалось бы, недостижимую мечту. Мне всего 20 лет, и я верю, что всё равно стану паралимпийской чемпионкой. Хотелось бы закончить такими строчками, которые сами как-то сложились. Стоять под флагом и слушать гимн. Какое счастье! Ты победил! Страна родная! Всё для тебя! Мои победы! Любовь моя! Спасибо. Лисенков Константин Сергеевич, заслуженный мастер спорта России по плаванию. Малых Евгений Анатольевич, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Паутова Елена Осиповна, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Сафронов Дмитрий Дмитриевич, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Тарасов Денис Евгеньевич, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Тарасов Денис Евгеньевич, заслуженный мастер спорта России по плаванию. Тарасов Евгений Сергеевич, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике. Швецов Евгений Валерьевич, заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике. Уважаемый Владимир Владимирович, все тренера сборной российской, все, кто присутствует в зале, хочется сказать, что мы попали в нелегкую ситуацию. Мы от этого слабее не становимся, а только сильнее. Нам надо держаться вместе, а когда мы вместе, мы сила, а враги только силой боятся. Спасибо вам и благодарю, что у нас такая мощная страна, мы все покажем всем. Спасибо вам за то, что у нас такая страна. Антонова Александра Викторовна, тренер высшей категории по легкой атлетике. Борисовская Светлана Алексеевна, заслуженный тренер России по плаванию. Гришина Светлана Яновна, заслуженный тренер России по плаванию. Кошелева Галина Николаевна, заслуженный тренер России по легкой атлетике. Назаренко Юрий Алексеевич, заслуженный тренер России по плаванию. Тверякова Гузель Адибовна, заслуженный тренер России по плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, еще раз хочу вас поприветствовать, поблагодарить за ваши достижения, поблагодарить за тот пример, который вы подаете всем нам. Здесь вот Аня выступала, говорила, что я являюсь для вас примером, вы являетесь примером для миллионов людей. Ваша воля к победе, воля к жизни, стремление добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. И совершенно очевидно, что вы люди, закаленные духом. Об этом говорят и ваши результаты в спорте, об этом говорит ваша позиция жизненная. Сейчас тоже соответствующие слова прозвучали, которые это только подтверждают. Желаю вам новых успехов. Они обязательно будут. И хочу пожелать вам хорошего вечера в этом замечательном Кривлевском зале. Обращаю ваше внимание на то, что это зал воинской славы. В этом смысле вы, без всяких сомнений, являетесь защитниками интересов нашей страны, имея в виду те достижения, которые вы демонстрируете и которые еще обязательно продемонстрируете в будущем. Я, к сожалению, должен продолжить свою работу, свой трудовой день. А вам хочу пожелать приятного вечера. Большое вам спасибо. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...